В Горной Ингушетии, в Осинском ущелье, находится замечательный памятник средневекового христианского зодчества – храм Тхаба-Ярды. Тхаба-Ярды представляет собой трехцерковную базилику, основание которой датируется VIII веком. На храме сохранились грузиноязычные надписи, в которых упоминаются деятели X века – епископ Георгий и католикос Арсений. В надписи также упоминается известный грузинский патриарх XI века – Мелхиседек I. В 1960-х годах храм находился в аварийном состоянии и существовала опасность обрушения его стен, что привело бы к непоправимым последствиям. У храма не было крыши, поэтому необходимо было принять решительные меры для спасения Тхаба-Ярды. К тому времени в стенах появились глубокие трещины и было неизбежно, что они окончательно рухнут в ближайшем будущем. Миссию спасения храма Тхаба-Ярды взял на себя славный сын ингушского народа – Магомед Ахмедович Азиев. К 1968 году Азиеву было всего 30 лет, а он уже работал в Чечено-Ингушском республиканском краеведческом музее и занимал ответственную должность по охране памятников культурного наследия Ингушетия. Важнейшей задачей, стоявшей перед Магомедом Азиевым, было спасение храма Тхаба-Ярды. Он, будучи одним из крупнейших специалистов по ингушской башенной архитектуре, рассматривал восстановление христианского храма, в тесном сотрудничестве с грузинскими археологами и архитекторами, знатоками средневекового грузинского церковного зодчества. С этой целью, Магомед Азиев приехал в Тбилиси и встретился с Атаром Васильевичем Токтакишвили, занимавшим тогда пост министра культуры Грузинской Советской Социалистической Республики. Во время встречи с министром Атаром Токтакишвили, Магомед Азиев обосновал необходимость восстановления храма Тхаба-Ярды и настаивал на скорейшем начале реставрационных работ на аварийных стенах исторического памятника. Азиев всячески старался и приложил много усилий, чтобы довести вопрос о необходимости восстановления храма, до сердец первых лиц тогдашней Грузии. На встрече с министром культуры, он добился положительного решения вопроса и Атар Токтакишвили дал согласие на разработку и осуществление проекта, по восстановлению храма Тхаба-Ярды. По решению министерства культуры, для проведения археологических раскопок в Тхаба-Ярды, были приглашены грузинские ученые Рамин Рамишвили и Гиви Гамбашидзе, а реставрационные работы возглавил архитектор-реставратор Ливан Химшашвили. После возвращения в Ингушетию, Магомед Азиев создал все условия для того, чтобы грузинские специалисты смогли как можно скорее приступить к реставрационным работам храма. То, что Магомед Азиев лично был вовлечен в восстановительные работы, это видно из дневника архитектора-реставратора Ливана Химшашвили. Ливан Химшашвили считается одним из основоположников грузинской реставрационной школы. По его реставрационным проектам, были восстановлены десятки памятников культурного наследия Грузии. Как правило, Химшашвили вел дневник, где он описывал процесс реставрационных и строительных работ. Так было и в случае с Тхабой Ерды. Представляем отрывок из записи Ливана Химшашвили, которая была сделана в его дневнике во время работы над восстановлением Тхабы Ерды в 1968 году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Работы по консервации и укреплению храма Тхабы Ерды были завершены в 1971 году. Грузинская сторона в лице Рамина Рамишвили, Гиви Гамбашидзе и Ливана Химшашвили сделала все возможное для научного изучения и аутентичной реставрации исторического памятника Тхабы Ерды. А ключевая роль в спасении храма принадлежит славному сыну ингушского народа Магомеду Озиеву, который в 30-летнем возрасте поставил перед собой и успешно выполнил задачу спасения храма Тхабы Ерды. КОНЕЦ В связи с кончиной Магомеда Озиева, обращаясь к семье Магомеда Ахмедовича, Гиви Гамбашидзе писал «Я и моя семья оплакиваем смерть старшего брата, моего любимого побратима Магомеда. Эта дружба, начавшаяся в 1968 году в связи с реставрационными работами храма Тхаба Ерды, продлится в моем сердце до конца моей жизни. По воле Всевышнего и по вине Магомеда я стал археологом-кавказоведом и счастливым человеком, соприкоснулся с культурой Ингушетии, с историей братских взаимоотношений наших народов и стран. Я, моя семья и огромное количество грузинских коллег и друзей Магомеда, счастливы тем, что он в последние годы несколько раз гостил у нас в Тбилиси. Не забываемы его мудрость, человеколюбие, интеллигентность, юмор. Умоляю и прошу вас, никогда не забывайте, что у Магомеда был и есть побратим грузин Гиви Гамбашидзе и что моя семья – ваша семья». Субтитры создавал DimaTorzok